Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Юрий Сытник на связи прямо сейчас. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, ну что, прошла пресс-конференция президента Зеленского вчера, да, и много обсуждений сегодня. И складывается такое впечатление, что, ну, собственно, какая-то вот пустота после. То есть мы не поняли, каким будет 24-й год, это все строго секретно, какая будет война, в 24-м году будет решаться еще в 23-м, то есть президент говорит, вот планы пишут, планы определяют, я пока ничего сказать не могу, да и не скажу, потому что военная тайна. Но вместе с этим паратоксальная какая-то ситуация. 6 тысяч человек ежедневно, мужчин призывного возраста, покидают страну. Отчитались погранцы, причем там 150-200 волонтеры по системе шлях, все остальные, ну, скажем так, то грузовиков водители, то еще по каким-то схемам с детьми, инвалидами, которые ездят туда-сюда, перевозят как бы то одного, то второго, как сопровождающего. Страшная картина. Как вам кажется, ну, это вот люди просто как бы голосуют ногами, они понимают, какой будет 24-й год? Ну, люди, наверное, не понимают, они просто опасаются того, какой он будет. Опасаются, исходя из, ну, даже возьмем западные уже, да, медиа, которые пишут о ситуации в Украине, и там очень много как раз негативных прогнозов, которые касаются и финансовой помощи, ну, и военной финансовой помощи. Мы знаем прекрасно, что в Соединенных Штатах Америки вопрос, скажем так, подвис, насколько он подвис, непонятно. Что-то обещают, но обещают неуверенно. То есть, вот мы вроде бы и хотим, но как бы, но непонятно. У нас тоже денег нет, у нас там свои проблемы. Вот, и как-то вот эти заявления, очередные заявления о помощи Украине, скажем так, о том, что это ничего еще не понятно, они прозвучали буквально, если я не ошибаюсь, два часа после того, Газелинский заявил, что вы, может, вот мы очень рассчитываем на помощь Америке, мы вот думаем, что они не откажутся. Ну, вроде никто не отказывается, но вместе с тем очень прозрачные намеки, которые не вселяют оптимизма. Это первый такой момент. Второй момент, что, ну, чем дальше, тем больше мы видим в сети, в интернете кадров о так называемой мобилизации, ну, так называемой, поскольку я как бы не могу назвать мобилизацией действия сотрудников ТЦК, которые не вписываются ни в рамки ни Конституции, ни закона, ни здравого смысла. То есть, когда людей там вяжут, когда там на них вот буквально как бы охоту объявили, облавы какие-то, ну, это совершенно неправильно. То есть, это не тот путь, который может привести к победе, как на меня. То есть, понимая полностью ситуацию объективную, что очень сложно, но это я знаю не только из прессы, да, знают тех людей, которые там сейчас находятся, там ад. И вот в этот ад, конечно, люди не рвутся идти. И, ну, опять-таки, мы уже возвращаемся к тому же, к той же теме, что люди не чувствуют вот единства вот власти и народа. То есть, власть как бы отдельно, у них там какие-то свои процессы там политические, внешнеполитические, там поездки куда-то там. Там Кабо-Верде, Аргентина, потом непонятные как бы выступления перед Конгрессом там не совсем там успешные. Нам подают, что это все хорошо, но как бы люди уже анализируют, они очень осторожные. Это очень все болезненно, поскольку это жизнь близких, родных и так дальше. Поэтому я думаю, что ничего удивительного в том, что люди просто стараются на всякий случай покинуть Украину, в этом нет. Я далек от того, чтобы кого-то как бы обвинять в трусости, поскольку не все могут воевать, не все как бы, не все воины, не каждый воин. А то, что объективнее не хватает, и то, что тем людям, которые сейчас на переднем крае, им очень тяжело, это тоже понятно. То есть мы попали в вот такую ситуацию, в какой-то турбалентности совершенно пока с непонятными перспективами. И я не думаю, что там есть какие-то секретные планы на 2024 год. Скорее всего, их нет. Скорее всего, есть варианты, но эти варианты, к сожалению, зависят не от нас. Ну, если мы не можем уйти без, скажем так, без посторонней помощи, то есть эти варианты не зависят от решения нашего руководства. От решения нашего руководства зависит от ситуации внутри страны, ситуации борьбы с коррупцией, ситуации налаживания каких-то экономических здоровых отношений. Но в этом плане тоже у нас пока не видно каких-то радостных известий, что у нас оно заработало. Ну, а мы видим, что у России неплохо там бюрократически, там не знаю еще как, по совкому, но промышленность работает, у них достаточное количество превосходства и боепропасок в оружии. Ну, а это все, опять-таки, жизни наших людей, которые сейчас на переднем крае, и там все очень сложно. Вот где-то такое впечатление, что эта ситуация, она зависла, какой вектор развития произойдет, мы пока не знаем. Ну, опять-таки, продолжаются вот эти все интенсивные контакты на разных уровнях, не всюду поддержка. Позиция Венрии, там позиция, опять-таки, Нидерландов. Ну, пример, это как повела себя Австрия с Рейхвайзенбанком, да, вот-вот. Исключили, как бы, вот, со черного списка. Вот, но этот банк как работал, так и работает в России. Но сделали, как бы, уступили, да, уступили позиции, сказали, да, ну, вот, работает, но пока мы не трогаем. Мы на это закрываем глаза, нам надо, как бы, голос Австрии, помощь Австрии в этих всех процессах. Ну, вот, вот такое. Ну, и вот, скажем, то, что нам преподают как победа, это еще очень большой знак вопроса. Я напомню, что когда рассказывали о том, что у нас уже принимает Евросоюз, а там помощник сначала Орбана сказал, по-моему, потом и Орбан сказал, и кто-то другой, что, ребята, там или 50, или 57, еще надо будет голосование. То есть это процесс, это длительно. Ну, и опять-таки, как и касательно планов войны, или планов действий Украины в контексте войны, никто нам не говорит, а что дальше будет при приеме в Евросоюз. А Зеленский прямо сказал, что мы, как бы, НАТО нас не ждет, вот, прямым текстом, и опять-таки, а как это так, а как не ждет, что не может быть полстраны в НАТО, полстраны не в НАТО. Как это понимать, что если мы считаем, что Крым наш, то пока Крым не будет в НАТО, тогда и мы не будем в НАТО. Это понятно, что эта перспектива очень-очень такая отдаленная, исходя из того, что там, если еще можно говорить о этих областях, которые сейчас там частично, полностью или частично захвачены, то Крым это, как бы, ну, такая вещь, которую власть России, она будет защищать любыми способами. Я думаю, что, включая и ядерное свое оружие, ну, не зря там Путин, там было, значит, по Минобороны, да, там какое-то совещание там происходило, и он, как бы, заметил в том, что ядерная триада, опять-таки она, ее вес этой ядерной триады становится все больше. То есть мы понимаем, что вот эти все процессы, которые сейчас в мире происходят, они очень взаимосвязаны, динамики быстрые, а мы, как бы, зависим от этого. Как бы мы не субъект, а объект. Ну, как бы, я об этом давно пишу, к сожалению, то есть подтверждение постоянно об этом получаю, как бы, из повестки дня. Украина, поскольку зависит и политически, и экономически от так называемых партнеров, которые, как оказывается, не всегда партнеры, вот, поэтому она не может, не может презентовать свою стратегию. И вот от президента никакого стратегического видения Украины, даже варианта, я не услышал на этой пресс-конференции. Я ее не слушал, но я прочитал вот в текстовом формате то, что говорил Зеленский. Ну, вот где-то так. Зеленский подает работу своей команды, которая, к слову, не такая большая, это я цитирую, буквально 5-6 человек, как плоды, понятно, победу, которую вы упомянули, это там начало переговоров с ЕС. Но задача эффективно находить деньги, деньги и оружие в мире. Читал список, какая страна, сколько нам даст, там есть нюансы и вопросы там по этому списку, особенно там касательно Германии, да, вот, на что они дают, как они дают, сколько, какие там проблемы. Но, тем не менее, вот он демонстрирует список, говорит, смотрите, деньги есть. И даже если там будет какая-то проволочка в Соединенных Штатах Америки, которые точно не продадут, деньги будут. Я вот как хочу задать вопрос. Как вам кажется, воюющая страна, руководство такой страны, это самый главный посыл искать оружие и деньги в это время? Нет, искать оружие и деньги, это опять-таки, ну, как бы, свидетельствует о признании полной зависимости. Мы ищем оружие и деньги, что нам кто-то даст. Если бы президент сказал, что мы планируем в следующем году, это планы, например, правительства, планы президента Украины, создать столько-то рабочих мест на предприятиях оборонного комплекса, которые будут производить оружие, которые будут производить боеприпасы, дроны, ну, тогда понятно, что это какая-то стратегия, которая все равно зависит в некоторой мере и от партнеров, поскольку мы сами вряд ли сможем это разобрать, но хотя бы есть такие намерения. А вот ходить по миру и искать, это очень слабая позиция, поскольку мы не знаем, где полыхнет. А если полыхнет Тайвань? А если там Гаяна и Венесуэла? Опять-таки, там же видно тоже противостояние, которое происходит. Хуситов собирают в газу? Да, тут с хуситами ситуация очень сложная, поскольку они себя чувствуют достаточно уверенно, ну, по крайней мере, демонстрируют свою уверенность и показывают эту уверенность тем, что они заблокировали израильские порты. Вот это то, что происходит. Вот вы упомянули вначале, что 5-7 человек команда, да, и я читал уже там, ну, родного своего знакомого, товарища, отзыв на эту тему, и он, как бы, я полностью солидарен, что это, как бы, очень, ну, плохой сигнал. Как это за столько времени правления 5-7 человек команда? Что же это за команда? Ну, это я понимаю, что это у меня там, скажем, костяк команда, когда руководил девелоперским проектом, да, можно сказать, 5-7 человек. Вот совет директоров, 7 человек. Да, вот основная команда. Ну, это вот проект, это страна. То есть это за это время не создали, не создали вертикаль власти, которая была бы ориентирована на президента, и которых, можно сказать, да, это команда, которая работает вместе с народом на победу. Команда 5-7 человек, это как-то прозвучало, ну, не знаю, слишком-слишком печально, как на меня. Может, просто Зеленский имел в виду ближайшее окружение, но тогда надо так и называть. Вот моё ближайшее окружение 5-7 человек, а команда, которая руководит страной, это звучит немножко так, ну, так, печально, печально, скажем так. Формула мира. Путь размытый, длинный, непонятный. Ну, как, логистика его такая ухабистая и очень долгая. Была Джида, было одно представительство. Была Мальта, было совершенно другое представительство. И дело не в том, что Китай не приехал. Дело в том, что уровень был, ну, ниже. Сейчас мы ждём, ну, если так, тенденция, то мы ждём, как бы, тоже не шибко высокого представительства в Швейцарии. Хотя, возможно, там всё-таки по представительству будет, ну, давайте так, лучше. Потому что там, я так понимаю, это вот форум безопасности или вот эта панель безопасности, ну, сложно. Там, наверное, что-то, я так понимаю, с Давосом это связано. В рамках Давоса, упоминал президент. Ну, так показалось. Там вообще нет. Так показалось, да. Речь идёт о Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ну, и там... И будут зарабатываться пять позиций, там, пять, как бы, окончательных позиций в формуле мира. Ну, знаете, вот, честно говоря, я где-то эту формулу как-то пропустил, наверное, но я её не видел. Ну, как бы, вот, формула, это, по моему мнению, это алгоритм действий какой-то. Ну, формула, там есть какие-то показатели в этой формуле. И вот, если х равняется столько, то х столько, тогда мы можем эту формулу развязать. Какие-то показатели, качественные и количественные. Вот, я этого пока не увидел. Ну, то есть, чёткое понимание. То есть, пока его нет. Это первый момент. Второй момент. Всё-таки Всемирный экономический форум, ну, если мы примем, как бы, за аксиому, что всё-таки процессами управляют деньги, в первую очередь, это, конечно, та площадка, которая может возыметь действие. Но, знаете, было ещё пословица в советские времена, если вы хотите какую-то проблему там подвесить, вот вы сделаете там коллегиальный орган, который будет ею заниматься. Вот в этом плане, вот, Всемирный экономический форум, который представляет, на который пребывают там деятельные, там, бизнеса, там, культуры, там, скажем так, лидеры мнений, официальных, особо разных стран. Ну, мне сложно сказать, что дискуссионная площадка, чем является вот этот форум, что это тот механизм или тот орган, который может, как бы, повлиять на эту формулу мира, для того, чтобы её приняла Россия. Кроме того, я ещё скажу, что вчера появилась информация, официальное заявление посла России в Швейцарии, посла России в Швейцарии, что Россия не будет принимать, представители России не будут принимать участие в этом форуме. На прошлом форуме, если я не ошибаюсь, там был, по-моему, Чубайс или ещё кто-то. Ну, то есть, это не первые люди, и не первые лица государства, и не первые лица, которые, как бы, отвечают именно за вопросы войны. А если сейчас вообще России не будет, то как можно вот формулу мира обговаривать без участия той страны, от которой зависит эта формула мира. Ну, там же, смотрите, какая логика. Её обговаривают уже, там, будет третий раз без России. И вот после этого третьего раза будут какие-то наработки документальные по десяти пунктам Зеленского, а потом эти наработки покажут России. Ну, и Россия тогда вот только посмотрит и будет как-то на них реагировать. Ну, мы же видим, что вот были две, вы же сами сказали, были две уже площадки, на которых эта формула, так называемая, обговаривалась. Что после этого сказала Россия? А ничего, то же самое. Цели СВО должны быть выполнены. Ну, то есть, формулировка очень размытая, непонятная, поскольку цели СВО, они сами по себе абсурдны. Абсурдны почему? Где нацификация? Ну, как бы, если мы возьмём по терминологии нацизм, так, и говорить о денисификации в стране, в которой еврей-президент, в которой окружение, если в окружении президента много евреев, какой там, какой нацизм? Еще мы говорим, если как раз нацизм, он касался еврейских вопросов, в значительной мере, как бы, ну, как и записано там, скажем, в Википедии. Ну, когда на Майдане, скажем так, справляют нужду на символ Хануки, это, как бы, тоже показатель отношения? Ну, это вопрос, знаете, как бы, у нас было очень много недалёких людей, это по моему мнению, которые демонстрировали какую-то символику, которую использовали против Украины. А эта символика была вроде патриотической. И вот кто-то тоже написал, что вот ничего не сказал президент о том, что у нас полностью открывают рынок земли с 1 января. То есть, это, как бы, страна, которая воюет, сейчас она продаёт землю. Вообще, как бы, непонятно. Люди, которые на войне, они как говорят, мы защищаем родную землю. А в то же время кто-то её продаёт. А чью землю тогда они защищают? Понимаете, вот такое, как бы, это на языке символов, уже говорю. Не просто, как бы, там, какие-то там политические или экономические вопросы. Вот на языке символов. Мы защищаем родную землю. Эту родную землю продаёт. Сейчас её вообще пустят в распродаж. А как это так? Почему об этом не говорит президент? Что от этого получит украинский народ, который сейчас все свои сбережения, все возможности он направляет... Я говорю не тех, которые коррупционеры, которые наживаются. Это другой образ. А те, которые люди, которые работают, которые помогают армии, которые собираются, сбрасываются на дроны, и так дальше. А вот как это всё коррелируется? Непонятно. И если мы говорим как раз о Хануке, вернее, о Ханукале, значит, о Миноре, который стоит, и там кто-то там подошёл, помочился. Это из того же разряда, когда наши патриоты ходили с плагами, с факелами, да, там вот Шести, Бандеры. Я где-то написал публично, что, ребята, наверное, надо, если бы пришли бы с этими флагами, с факелами и выступили против вот этого рынка земли, так называемого, вот это, наверное, было бы гораздо лучше. А вот потом эти все картинки, кто использовал? Пропаганда, вражеская пропаганда. Они же показывали, смотрите, вот Украине нацисты, они вот пришли там, вот и они славят Бандера, который пособник нацистов. И никто даже не потрудился, как бы сказать, что, ребята, о чём вы опять-таки говорите? Бандера просидел в тюрьме. Всю войну его в тюрьму посадили кто? Третий грейх. Немецкие власти. То есть, вот понимаете, вот на языке символов это совершенно по-другому, чем на языке логики, на языке политики, дипломатии и так дальше. Ну, вообще расшаталось что-то. Сегодня в Киеве тоже там молодые люди какую-то акцию устроили. Пёс-патрон, нацистский флаг с крестами. То есть, что за акция, непонятно, но картинки уже гуляют по телеграм-каналам, как они там фотографировались, снимали видео. То есть, такое ощущение, что идёт какой-то абсолютно неконтролируемый процесс в общественном сознании. Я бы сказал, это даже не то, что он неконтролируемый. Он очень хаотичен. Но вот этот хаос, вот мы это смотрим как хаос. То есть, какие-то непонятные сигналы. Как бы мы, Украина, официально голосованием и другими вещами, которые Украина поддерживает Израиль. Очень много стран не поддерживают действия Израиля, поскольку мы видим, как гибнут мирные жители. 50 тысяч, или сколько там, насчитывает Хамас, 20 тысяч боевиков, скажем так, вот это крыло боевое Хамаса, и 2 миллиона жителей ГАСа. Вот эти 2 миллиона, они получаются, там же уничтожена, там инфраструктура, дома взрывают, больницы. Вот. И Украина ничего, об этом молчит. Как бы поддерживает Израиль. С одной стороны. С другой стороны, вот у нас всюду расставлены миноры. Ну, не только у нас, это по всему миру, как бы. Это начинают люди возмущаться. Опять-таки, это как бы, а почему вот эти символы? Ну, как бы, зачем? Мы поддерживаем Израиль, а Израиль наш поддерживает. Но не видно, что баштаг поддерживал. Опять-таки, вот эта карта антисемитизма разыгрывается в России. Как бы, почему-то это же заставляет Россию с антисемитизмом. В то же время, главный раввин России, Барлазар, называет Путина большим другом евреев, там, и приглашает всех евреев в Россию и так дальше. Вот, понимаете, это мне, как бы, напоминает, есть такая книга, Ланни Беренна, «Россиянизм век диктаторов». Это еврейский автор, который описал вот эти процессы, которые происходили. Вот. И он написал, кстати, о том, что сионисты ненавидели Троцкого, а Троцкий ненавидел сионистов, который был евреем. То есть, это было внутреннее протестояние в еврействе между двумя ветвями. Очень много протестов было против того, что вообще началась эта операция в Палестине, и протестовали кто? Целый, там, еврейский квартал. Там мы видели кадры, когда полиция заходила, крутила этих людей за то, что они у себя рисовали и выставляли палестинские знамена, то есть, символы Палестины. Поэтому, вот это, учитывая, очень серьезное еврейское лобби во многих странах, очень большое влияние еврейских банкиров на многие процессы, вот эти все манипуляции, они, конечно, неприятные, и вот эти символы, которые мы видим, как бы, они тоже создают в людей какой-то в голове хаос. Вот непонятно, то есть, Украина вроде дружит с Израилем, а в Руси вроде бы, как бы, более за Палестину, но Россия, там антисемиты, тогда получается, опять-таки, на уровне религиозного руководства еврея, говорится, что нет, у нас наоборот, а если нас Путин как бы обвиняет в нацизме, значит, тогда украинцы антисемиты с евреем президентом, вот понимаете, какая это каша. Ну, каша, понимаете, в чем дело, каша и в реакции Зеленского на конфликт, в секторе ГАЗа, то мы поддерживаем независимую Палестину и независимый Израиль, признаем независимую Палестину и признаем независимый Израиль. Ну, очень много стран и очень много политиков в тех же Соединенных Штатах Америки, они говорят о том, что должно быть палестинское государство. Так его нет, что мы признаем? Мы признаем того, чего нет? То, что оно должно быть создано. То есть там в среде американских политиков и в среде евреев очень много людей, которые, должно быть, да, пускай будет государство Палестину. У нас свое, у них свое. И как-то мы там разойдемся. Вот, я думаю, что просто Зеленский до конца не понял, там в этом все сложно разобраться в этих процессах. Поэтому он решил, что мы не тех поддерживаем и тех. У нас же очень много провалов внешнеполитической деятельности. Мы тоже прекрасно видим, понимаем. Ну, взять тот же Китай. У нас только недавно, там, во время войны появился посол в Китае. Ни ответа, ни привета, пока посла в Китае. Нет его бурной деятельности, особенно на фоне визитов, ну, таких уже прям регулярных, да. Я даже не знаю, кто ездит чаще, наши украинцы в Америку или там россияне в Китай. Вот и Мишустин недавно был. И это первое лицо раньше считалось, что с ним встретиться, с Си Цзиньпинем, это уже там караул, неимоверная там, ну, скажем так, величина, не достучаться. Не, нормально, уже все встречаются, ну, как за здрасть. Встречаются, и эти контакты, они же не просто так встречаются. Там они официально заявляют, что и растет товароборот с Китаем, и потребление по этому газопроводу Сила Сибири растет по кривой вверх, вот. Ну, Китай, как бы, учитывая ее, скажем так, его политику последние два-три года, вот, как бы, готовится к каким-то событиям, глобальным событиям, и пытается себя обеспечить. То есть, он накапливает энергоресурсы, он накапливает продукты питания. И это очевидно, это можно поднять статистику и увидеть. Ну, это как бы вторичные признаки, что вот эта ситуация, которая у нас, в Украине, война, та ситуация, которая война в Израиле, в секторе газа, что это еще не конец. И конца пока не видно, поскольку я не думаю, что Китай бы так готовился к каким-то событиям. Вот, к сожалению, где-то так. А учитывая, опять-таки, что мы зависимы от внешних игроков, которые, если энергия, ну, это, кстати, сказал Зеленский, да, что отвлеклись на помощь Израилю, а завтра могут отвлечься на помощь Тайваню или там Гаяне, или еще какой-то инцидент, да, аж не все спокойно в Африке. Что же, сейчас, не, не, все бурлит, но пока, может, не так очевидно, хотя, если мы вспомним заявление значит, ООН, Организация Объединенных Наций, представители там по правах человека, который где-то пару дней назад сказал, что там 7 миллионов беженцев в Судане, а там в Судане гражданская война, не только на территории, а даже в самой столице, 7 миллионов беженцев. Заявление ФАО, Организация Объединенных Наций, которая занимается безопасностью питания, безопасностью пищевых там продуктов, против голода она борется, да, вот, то они сказали, что там уже люди начинают в Африке тоже голодать. Мы об этом как бы не очень слышим, не акцентируем внимания, но я веду к тому, что вот эти проблемы, которые по всему миру, любая из этих проблем, которая превратится в какой-то мощный конфликт, мы же всегда увидим за этим конфликтом противостояние Америки и Китая. Кто там будет выступать, Вагнер там, то есть это все равно будет выступать какие-то прокси-силы. Вот, ЧВК Вагнер, который был в Африке, я сомневаюсь, что это в интересах России, это скорее всего в интересах Китая. Вот, поэтому ситуация у нас, она зависит от тех всех процессов, эти процессы пока далеки от стабильности. Там была информация, сколько 183 или сколько вооруженных конфликтов, которые сейчас происходят. Это не учитывая тех тлеющих, которые Испания, Каталония, Балканы. Так, если Сербию расшатают сейчас, удастся, то будет непредсказуемое последствие, конечно. Да, плюс Приднестровье, опять-таки, Молдова. Там тоже ситуация непонятная, и она если полыхнет, так тут тоже могут быть совершенно уже другая конфигурация взаимоотношений вот этих противоборствующих сторон. Поэтому вот учитывая то, что сказал Зеленский, то, что он не сказал, просто люди не понимают, что происходит, но они чувствуют, что происходит пока что-то нехорошее. Пока далеко от стабильности до мира, и я понимаю, что тогда люди пытаются правдами, неправдами избежать вот этих рисков, избежать рисков для себя, для своей семьи, но вот то, что вы вспоминали о том количестве людей, которые выезжают сейчас с границ. системы шлях, это же даже во Львове был скандал, но опять-таки он ничем не закончился. Называли организации близкие к власти, через которые выезжали десятками, сотнями так называемые волонтеры, которые не вернулись. Ну вот такая ситуация. Причем так интересно, знаете, Юрий, что пользуются даже возможностью без физического, но документального смены пола оправдать свой выезд и свою непригодность к армии. Об этом тоже упоминается в сообщении пограничников, но это для украинца это вообще ноу-хау, то есть фиктивно сделать документы, что ты поменял пол ради того, чтобы выехать из страны. Знаете, выглядит, конечно, оксимарон, но это же показывает отчаяние и тотальное недоверие. Вот кроме всего прочего, кроме там страха, что обостряется ситуация, тотальное недоверие. И по сути вот это, ну скажем так, пресс-конференция, которую мы тоже вспоминаем, она же должна как-то вот разрядить ситуацию, дать надежду, силу, приободрить уверенность, что вот что должно происходить. Получилось? Нет, не получилось. Не получилось вот ощущение пустоты, о котором вы упомянули, вот оно где-то это хорошо отражает вот это, как бы именно на уровне ощущений. Ну хорошо, сказал вот в НАТО, сказал, что нас никто там не ждет. Тут мы ожидаем, ожидаем, надеемся, что Соединенные Штаты Америки от нас не отвернутся, Европа нам поможет, и мы там, как бы, и нас там, Европа уже там ждут, там, распростертыми объятиями. А что это за 50 голосований? Надо бы как бы объяснить, наверное, что люди добрые. Вот Орбан сказал ерунду, это ложь, никаких там 50 или 57 голосований не будет. Или наоборот, что мы на этом пути, но этот путь долгий, поскольку есть процедура, это все затянется. Ну зачем людям, как бы, когда людям правду говорят, они начинают, как бы, им проще, они за что-то уже держатся и понимают ситуацию. Когда они слышат, что вот у нас тут почти приняли Евросоюз, а потом, это же не сложно, если считают телеграм-каналы, там, прессу, там, на каких-то сайтах информацию и смотрят стоп-стоп-стоп. А почему тут говорят, что это еще далеко не так? А что за 50 голосований? ФИЦа? ФИЦа сегодня выходит? сообщили. И говорит, мы будем голосовать против вступления Украины в ЕС, потому что это вступление развяжет Третью мировую. Ну вот, да. К сожалению, к сожалению, да. Поэтому, поэтому я понимаю, вот этих людей, которые пытаются сейчас уехать, ну, у них нет за что зацепиться. И вот после этой пресс-конференции хотелось бы за что-то зацепиться, тоже нет. А как государство будет дальше развиваться? А какие варианты? То есть, ну, хорошо, там, напишут формулу мира. Ну, выйдет Лавров, там, где-то на Солбезе, он и скажет, это полная ерунда, тут без нас что-то решают. А цели СВО мы будем дальше, значит, и продолжать, и исполнять. или заявление Путина о том, что Польша ждет, не дождется, пока заберет свои территории, ну, нас это не волнует, нам главное свое забрать. Это мне напоминает, знаете, вот этот вечный мир, так называемый Друссевское перемирие, или вечный мир между Речью Посполитой и Россией, это уже после восстания Хмельницкого, вот, когда просто Украину поделили между Россией и Западом, ну, Запад тогда это была Речь Посполитой, Польская империя, вот, ну, поделили, а за Киев Русская империя полякам просто заплатила немалые деньги для того, чтобы оставить себе Киев, поскольку Киев это как бы символ и так дальше. Вот, вот, произошло, и вот об этом опять же начинают говорить. Я понимаю, что это говорит Путин, и он может это говорить в интересах там расшатывания ситуации и так дальше, и так дальше. Тут же тоже интересный момент. В отличие от всех этих там разных Foreign Affairs, там разных аналитических изданий, других тоже журналов, он говорит, я с НАТО воевать не собираюсь. Тут, знаете, еще один вопрос, о котором мы уже вспоминали в наших беседах, вопрос о том, что переформентируется вся мировая система. великая перезагрузка, как бы там банально ни было, говорят, великая перезагрузка. Вот я смотрю, мы там общались с одним товарищем, он социолог, такой политолог, социолог, вот, и зашла речь о том, вот именно он сказал, что вот, ну, как-то это все напоминает какой-то хаос. А я ему, как бы, ну, не возразил, просто говорю, что вот для нас это хаос. Но учитывая возможности сейчас, очень мощные возможности прогнозирования процессов с помощью вычислений компьютеров, того же искусственного интеллекта, учитывая то, что есть огромная масса этот бигдата, огромная масса данных, которые в интернете, по которым можно не только изучать ситуацию, но моделировать процессы. Вот то, что мы называем хаосом, это может быть просто чей-то хорошо разработанный план, который нас приведет к какой-то цели. Какая цель? Ну, давайте вспомним визит Синь Цзиньпиня в Москву, да, по-моему, тогда, или это визит Путина был в Китай, я сейчас могу перепутать, много по поводу заявлений, что такие изменения бывают раз в сто лет? Да, 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 да. Это было, это Си сказал в Москве. Да, Си сказал в Москве, да, то есть прощаясь с Путиным, что вот там, друг, мой дорогой друг, вот мы живем в эпоху, когда такие события происходят раз в сто лет. И он сказал правду, поскольку или этот хаос в мире как-то должен закончиться, или он действительно переведет к катастрофическим событиям. Мы же учитываем только события войны, а есть, кроме того, вопросы экономические, вопросы о, скажем так, безопасности людей в плане потребления здоровой пищи и воды, экологические аспекты вот этих военных действий. Ну, если вспомнить только, сколько в Украине сейчас уже упало снаряда в ракет, сколько заминированной территории, можно себе просто представить какой-то громадный ущерб. Тут Билл Гейс пишет в своей книге, что его беспокоит, извиняюсь, пердение и ргание коровы, это дословно цитата, да, то есть книга у меня есть, могу подтвердить, а не беспокоит вот все то, что сейчас творится. Поэтому, когда обвиняют в конспирологии те, кто говорит, что есть какой-то план, это не значит, что план там группы лиц договорилась о чем-то, но учитывая концентрацию капитала, ресурсов, действительно, в группы лиц, это уже было заявлено на этом же Довозском форуме, как Сворцовский комитет по борьбе с бедностью, наводил уже неоднократно цифры концентрации капитала, да, это те люди, которые между собой не могут договориться, но у них влияние постирается буквально на весь политику. А что такое, например, для тех людей, которые управляют такими процессами, реально заблокировать Россию? Это не вопрос. Россию же никто не блокирует. Никто не блокирует. Они как продавали нефтепродукты, газ так и продают. Даже через Украину этот транзит газа идет. Хотя тут война. В Евросоюз. А что такое заблокировать Китай? Не дать китайским товарам пойти на рынок. А что будет китайцам делать миллионы людей, десятки, сотни миллионов, которые задействованы на предприятиях? Воевать. Да, только воевать. Иначе у них если у тебя, ну вот, смотрите, понятно, что это все болезненно и очень для нас, для Украины, ну, тяжело воспринимается. Тем более, что поколение, которое сейчас плюс-минус там, ну, живет, да, в Украине. Я не беру там совсем маленьких, там, юношей, детей, я не беру совсем там пожилых людей, но вот, оно вот застало прям очень большие такие перетрубации. Развал Союза, вот эти три Майдана, да, вот эти, ну, как два Майдана, ну, я просто беру там протесты против Кучмы, там, и, на граните. В общем, то есть колебания вот эти, да, политические. И что мы, но что мы видим в реальности, если так вот разложить, отбросить всю эту политическую мишуру? Работали, было всего много, потом что? Застой, потом Горбачев с перестройкой, потом, собственно, катастрофа, имеется в виду, политическая, и это ведь не было, хорошо там было, там, буквально, какой-то там, не знаю, промежуток, ну, год, да, после обретения независимости, первый год, когда ресурсов навалом, было что делить, было что есть, доллар стоил там один к одному, я помню вот эти перекупоны эти, то есть, ну, было более-менее в достатке все, открылась свобода, вот это все, как бы все были довольны, а потом начались, что 90-е, и началось, стало сразу, вот, негде работать стало, понимаете, то есть, когда у человека отнимают работу, когда некуда поехать, когда вот кризис за кризисом, падение демографии, там, тяжелая, судьбы у детей, и вот мы к этой войне и пришли, сквозь вот эти десятилетние циклы майданов, и разных реформ, и, ну, то есть, это вот, если взять историю Украины независимой, ну, это все к этому, как бы и вело, я не говорю, что это там, Россия не виновата, ни в коем случае, я просто имею ввиду исторический, внутри, украинский контекст, то есть, так же и в мире, давайте заберем у китайцев работу, там, обвал у них недвижимости, недвижимость стоит, жить там некому, проблема с молодежью, то, что сейчас в Китае, что будут делать китайцы? Китайцы возьмут в руки оружие, и будут воевать, а тут уже вопрос просто, с ближним соседом, с далеким соседом, вот, поэтому это тоже такая, ну, это тоже, можно сказать, какой-то план. Ну, опять-таки, это глобальный план, поскольку те события, которые в Украине, мы же помним, это, они не происходили без участия внешних сил, никогда не происходили, сначала было более доминирующее влияние России, ну, это постсоветский вот этот период, в начале, да, потом начались вот эти кризисы, это кризис, там, 98-го года, там, который пришел, там, с Азии, обвал гривни, вот этот первый, когда гривна с двух гривен, стартовала почти к пяти, я помню, я тогда занимался бизнесом, помню, когда это все было болезненно и жестко, вот этот слом системы, которая была, и вот, 90-е годы, с реки, там, с, с вот этим беспределом, там, и беспредел был, там, и налоговый, или китерский, там, разный, вот, потом, как-то это вроде все стабилизировалось, потом, более-менее, да, двухтысячный, там, пошел рост недвижимости, финансовая афера, который называет кризисом, вот, обвал рынков, банкротство Лемон Бразерс, писание вот этих всех бумажек, которых там несчетное количество, но сейчас их стало еще больше, мы видим только по росту внешнего долга Соединенных Штатов Америки, а разные оценки дают, разные эксперты дают оценку деривативов, там, чуть ли не квадриллион долларов, вот этих всех, скажем так, дополнительных финансовых инструментов, не денег, а все, что, акции, фьючерсы, форварды, то, что завязаны на финансовый рынок, и вот эта огромная масса, она почти неконтролируемая, то есть, я для себя так, просто анализирую, а что делать, вот, когда такое влияние, огромной, огромной массы денег, которые, мультипликатором расходятся все больше и больше, поскольку банки выдают деньги не просто так, а под проценты, да, и мы получаем деньги под проценты, вот это долговое, долговая такая вот, это снежный кон долговой, он может просто взорваться, и тогда и же идет полное переформатирование, но, поскольку за этими всеми процессами стоят интересы, группа людей, которые рулит экономическими процессами, через финансы, что опять-таки, говорят, они конспирологи, это то, о чем заявляли на Довозском форуме, Бернар Леетар, о чем рассказывал, он же умер, но еще раньше перед этим, Оксфордский комитет по борьбе с бедностью, который дает цифры публикации, который утверждает о том, что у нас меньше одного процента жителей земли, они владеют 90 процентами всех богатств уже, понимаете, и вот эти люди, которые влияют на эти процессы, у них какое-то свое видение, мы его пока не знаем, ну, мы как бы знаем то, что заявил там Клаус Шваб, или то, что писал в доклад Римскому клубу еще, который был в 17-м году, коллективный доклад, в котором прописаны все риски, там же четко заявлено в этом докладе, он опубликован был в 17-м году, что климатические изменения, которые сейчас происходят, могут привести к вооруженным конфликтам в мире в невиданных доселе объемах, масштабах. Это там записано, в докладе Римскому клубу, а там по данным подписались десятки, там, 48 или 50 человек, ученых, участников Римского клуба с посыланием на различные источники исследований. Вот такие и дела. Поэтому есть целые, вот эти все процессы, они действительно взаимосвязаны. Еще раз, Клаус Шваб, он как бы предупредил, великая перезагрузка или обнуление, как еще там по-другому переводят, она будет характеризоваться сложными процессами, очень быстрыми и взаимосвязанными. Поэтому я говорю, что когда мы видим этот хаос, может за этим хаосом действительно какой-то детальный план, какая-то разработка, ну, скажем так, планирование или моделирование ситуации, за которой стоят какие-то глобальные цели изменения, переформатирования нашего мира. Об этом говорят, ну, Байден сказал о новом мировом порядке, уже публично, открыто заявили, просто понимаете, понимаете, в чем дело. Мы так... Новый мировой порядок, да. Мы так вот... Конспирология, конспирология. Ну, этот же мужик, который отсквернил эту Ханукию, эту минору в Киеве, он же почему это сделал? Потому что свято уверит, что война в Украине на уничтожение украинцев, освобождение земель и заселение здесь условного теории Нового Иерусалима. Вы представляете, за вот этим безобразием, вандализмом, бесстыжей акцией, какой стоит... какой смысл стоит и что им двигало? Ну, опять-таки, давайте вспомним, откуда это все взялось. Откуда все взялось? От некого господина Беркута, который не Беркут, а Игорь Гекко, его фамилия, украинский политик, украинско-российский бизнесмен, банкир, у которого там был, я не знаю, ли еще есть офис на Подоле с вертолетными площадками, он начал рассказывать, снимать ролики с такими красивыми девушками, значит, и рассказывает, что вот этот план, Новый Иерусалим, и так дальше, и так дальше. Сейчас в сети можно найти еврейских, различных деятелей, популярных, там, блогеров, там, аналитиков, ну, не знаю, сколько они, аналитики, которые говорят, да, мы хотим, мы рассчитываем на то, что у нас должно быть переселение, вот, давайте вспомним, опять-таки, заявление римского клуба о том, что конфликты будут, объема, которые до сети не виданы, через изменение климата, а если эти изменения климата, мы посмотрим сейчас то, что происходит, я не говорю сейчас о вулканической активности и других, а вот эти, когда заливает Объединенные Аравии, Эмираты или Саудовскую Аравию, дожди, да, когда ураганы, тайфуны и так дальше, а возможно, они просчитали, что в этом районе негде будет жить, куда-то надо переселяться, в этом, возможно, это не на пустом месте, привязывать это к вопросу о том, что это специально для этого развязана война, ну, да, это уже конспирология, но какие-то причины могут быть, ну, не зря этот клоун появился, который рассказывал всем о Небесном Иерусалиме, наверное не зря, сейчас появляются другие, которые в этом же рассказывают, то есть там много разных вещей, и вот эти вещи, которые, когда человек, он не может проанализировать вот эти все процессы, всю глубину процесса, они потом превращаются в такую реакцию протеста, ага, вот это символ того, что, и этот символ повязывается с тем, что у нас творится, а то, что творится во всем мире, опять-таки, все повязано с деньгами, во все деньги, и опять-таки, мы приходим, хотя я хочу сказать, что вот эти ханукалии по всему миру расставляют практически всю, до одно направление, еврейство, Хаббат Любавич, чей центр, наибольший в мире центр находится в нашем Днепре. А зачем? А зачем расставляют? Ну, это, как бы, празднование, празднование того, что удалось небольшой группе евреев, которые подняли восстание в, значит, в одной из империй, которая возникла после правления Александра Македонского, который правил его военачальник, на ее территориях как раз охватила территорию Палестины, нынешнего Израиля, вот, и там насильно евреев принуждали к эллинизации. И там было восстание, когда небольшая группа евреев, как бы, по рассказам самих же евреев, что они сумели противостоять и победить вот эту всю армию вот этой Персидской империи. А потом, как бы, кроме того, когда они вернули себе храм, почему светильник, нашли только одну колбочку с маслом, да, и от нее только один день могли гореть свечи, одна свеча, они потом, чудо свершилось, и вот восемь дней эта свеча горела, поэтому восемь свеч и одна та, от которой зажили, вот этот символ. Вот, это то, что мы знаем с историей. Но, опять-таки, послушайте некоторых раввинов, главный раввинов Молдовы, например, они говорят, что это символ обретения евреями нового дома. Ну, когда вот это прочитают, символ нового дома, Украина это дом для евреев. Ну, а как бы это кто-то с кем-то согласовал, ага, вспоминай тогда Беркута, а небесный Иерусалим, ну, вспоминай другие вещи, и вот вам сразу, опять-таки, классический антисемитизм, который, как всегда, используется в войнах, вот этих политических процессах. Напомню, опять-таки, Ленни Бреннера, сионист душу еврейского народа. Вот такая вот у него была фраза. Вот поэтому там тоже различные направления, различные идеологи, которые, кто-то смотрит на Израиль, что он должен быть только в Израиле. Кто-то говорит, что в Израиле должны остаться только религиозные евреи, поскольку, которые приехали, нерелигиозные, это не достойно быть в Израиле. Кто-то говорит, что там вообще не надо Израиля, поскольку он в окружении враждебных арабских государств, и тогда надо думать, куда его там переселить. И вот и оттуда уже появляется дальше следующая версия там небесного Иерусалима. Вспомним еще Крымская Калифорния, то есть еврейский Крым. Вот эту всю историю, что Крым должен быть передан под еврейскую автономию. Вот. В истории мало кто разбирается, много тем, которые не раскрываются, а это дает пищу уже для разных вещей, которые заканчиваются вот такими актами, которые как бы там человек, он искренне это не делал, он сделал только хуже для своей страны, для своего народа. Нет, это безусловно, это нельзя, мы ни в коем образом, то есть, ничего его не оправдывает. Ну вот, ничего. Но понять, разобраться, попытаться осознать, а что она там делает на Майдане независимости, ну условно, да, которая как бы ну, для многих людей священное место, да, где там проливалась кровь за украинскую власть, за свободы, да, для других людей это просто символ государства Украина, ну, имеется в виду как центральная площадь столицы. Ну, это тоже нужно как бы задавать вопросы, то есть, да, ну как, нужно, просто понимаете, в чем дело? Вот эти все вещи, о которых мы говорим, вместе с теми фактами, что порождается вот эта лютая конспирология, дичь какая-то, да, и она охватывает там умы, сердца, и люди манипулируемы, это там и россиян касается отчасти, ну, не отчасти, а вот, да, вот как общество имеется в виду. Большой в мире, большой в мире касается. И белорусов касается, да, там, и других стран тоже. Всех, всех это по-своему касается, и всех толкает на разные вещи, но это начинается, когда элита, богатые, становятся не таким большим классом, оторваны от других, низших классов, начинаются, начинают быть небожителями, людьми, которых никто, ну, не может не упрекнуть, ну, скажем так, не дай бог, там еще чего-то, где-то как-то воспрепятствовать каким-то интересам. Они закупориваются там вот в своем этом маленьком мерке, начинают вариться, и, соответственно, начинается из-за вот этого разрыва разные, скажем, процессы. Мы начинали так вот, ну, как красной линией между нашим сегодняшним разговоре прошла пресс-конференция президента Зеленского. Можете поделиться своим впечатлением? Просто, ну, разные есть сейчас. Там, в Фейсбуке почитаешь разных людей, да, известных, и узких специалистов. Одни там сравнивают с периодом Януковича, другие говорят, что сравнивать там вот смотрите от Януковича и остались люди. Ну, имеется в виду состояние элиты, состояние элиты, без войны, без ничего, элиты, не патриотизма, ничего. Другие сравнивают с временами Ющенко, третьи говорят, это вот у нас молодой Кучма, вот такой, да, в момент, когда вот поделили все активы, переделили, появились олигархи. Третьи там еще разные делают сравнения. А что вот увидели вы? Вот что происходит с элитой, командой и вот пиком верхушки Украины? Мне кажется, что вот в средстве этих процессов, которые происходили в Украине, вот за весь период независимости, вот произошла деградация элиты. Деградация. Поскольку та старая элита, которая была, она была забюрократизирована, она была полна каких-то там, ну, скажем так, она была по своему менталитету совдеповская, как у нас любят говорить. Вот, но у нас это как бы бичуют, но не совсем понимают вот все процессы, которые происходят. Опять-таки, нобелевский лауреат Джозеф Юджиф Силен сказал, что те, которые ратуют за рынковую экономику, они очень любят наведить пример развала Советского Союза, вот такая нерыночная экономика, плановая, да, он развалился. Но почему-то те же люди, они всегда избегают наводить пример Китая, с ее централизованного управления, там, компартии и так дальше. То есть, не обязательно одна модель может быть успешной, или тот же Сингапур, там, государственный капитализм. А вот у нас, вот Украине, каким-то образом произошла вот эта смена элит, которая на каждом этапе, она приводила, я не говорю сейчас о персонале, ну, Кучма был там красным директором, Зеленский был шоуменом, артистом, да, вот, без вообще какого-либо опыта в реальной сфере экономики, так мягко говоря, да, а вот именно по всех, по всех направлениях у нас прошла эта деградация. Почему? Ну, я вам еще одно скажу такую конспирологическую версию, которую я там озвучил в своих видео. Когда-то мне пришлось быть на трех таких тренингах американского консультанта Фрэнка Пюселика. Известный человек, там в интернете можно его найти, ветеран войны, один из первых соавторов книги о нейро-энеролинистическом программировании, то есть такой человек, скажем так, с богатым опытом. И он в перерыве между вот этими какими-то занятиями и так далее, он говорит, вы знаете, что вашу Украину спасли ваши бюрократы. Для меня, когда занимался бизнесом, это было, бюрократ, это же враг, он мешает заниматься бизнесом, почему? Он объяснил, объяснил то, что прописано в двух книгах Джона Перкинсона «Испыт экономической убийцы», тоже можно найти в интернете, что ни к чему личному, никакой конспирологии, интересы, просто денег больших корпораций. В чем эти интересы? И он, Пюсселик, тогда сказал, почему? Потому что, когда возникает новый рынок, а, развал Союза, это что? Это новый рынок, да, во всех постсоветских странах. На этот рынок заходят компании, большие корпорации, в составе которых, не все, а вот есть те, в составе которых есть подразделения так называемые экономические убийцы. Но он не называл этот термин так, как Перкинсон в своей книге. А он просто сказал, люди, задача которых создать алгоритм захвата этого рынка. Не идет вещь, не еще что-то, захвата рынка, все, то есть это чистый бизнес. Так вот, он сказал, когда пришли специалисты с этими компаниями, вошли на постсоветское пространство, он говорил Украине, они поняли, что здесь на каждом месте сидит бюрократ, которого обойти невозможно. Вот так построены системы, с противовесами, помните, с одной стороны партии, с другой стороны исполнительные органы власти, всегда вот этот какой-то баланс был, доминирующая роль была партия, но баланс соблюдался. И этот баланс держался на этой армии бюрократов. Они говорят, у нас как бы не получается. И вот я анализирую и вспоминаю вот эти его слова и понимаю, как медленно, но целенаправленно просто вот этот рынок захватывали. Это сейчас он уже находится на финальной стадии, когда мы видим, что продают землю, когда мы видим, что готовы под приватизацию все главные государственные корпорации основные, там уже сидят наблюдательные советы с представителей западных корпораций. Ну да, это же тоже вопрос. А что они там наблюдают? Ну вот если разобраться, да? Они готовят к приватизации. Это передпродажная подготовка предприятий. То есть они наблюдают, как работает предприятие, что из этого предприятия можно получить в результате. Какие ресурсы, какие возможности для вот этих больших транснациональных компаний, которые стоят за каждым из больших американских политиков. за каждым. Ну не только американских. Ну вот я читал книгу Хагера, Николаса Хагера «Синдикат». Он это очень хорошо описывает. Опять-таки ничего личного. Лоббирование. Мы же все знаем процесс лоббирования. Ну у нас закона нет этого. Но в Америке есть. Вот это лоббирование. Лоббируют интересы. Чьи интересы? Ну те, кто финансировал, а кто финансирует? Ну те же большие корпорации, у которых ну чем больше денег, тем больше он может финансировать. Ну это так грубо, упрощенно, конечно, я говорю. Но по существу где-то так. И поэтому для того, чтобы полностью захватить этот рынок, нужны быть лояльные управленцы, которые будут действовать не в интересах этой страны, а в интересах рынка. Поэтому у нас тарифы на газ и рынок земли и так дальше. Это все было прописано меморандумом еще в 2015 году, который подписал Порошенко, Гонтаревым меморандумом с МВФом, черным по белому, открытие рынка земли, значит, рынок начинается на газ и так дальше. То, что наша власть не соображает, что это надо как-то балансировать с тем, что у нас Украина все-таки социальное государство, что за этим понятием стоят простые люди, которые вообще ни в чем не виноваты, всю жизнь они работали где-то на предприятиях. А сейчас это уже нет. Там в одной из школ возле Львова директор рассказывала, опрос с них сделали родители, а там больше половины вообще нигде не работают. Гораздо больше половины. А те, которые работают, там иногда просто числятся, а большинство нет. Вот такому мы пришли. Тут не надо искать конспирологию, надо просто смотреть, что происходит в мире, какие изменения, о том, о чем говорят вот эти передовые умы, так называемые, хотя они всегда передовые, то о чем будут говорить на всемирном экономическом форуме. И понимать, что вот эти все изменения, они происходят так, что мы получаемся как бы ну так объектом интереса, который не может стать субъектом, нет у нас субъектности власти. Вот где-то так оно получается. Юрий Сайтник был моим собеседником, сегодня я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Спасибо, Александр. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Друзья, подпишитесь на канал Юрия, ссылка будет в описании, поставьте лайк, не забудьте, берегите себя и друг друга. Увидимся, до скорого.